Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет тема, тема интересная, может быть полушуточная. Но обычно, как я говорю, в каждой шутке есть доля шутки. И, соответственно, эта шутка, она может быть для кого-то абсолютно жизненной и поможет вам лучше понимать того человека, которого вы для себя загадываете. Для тех, кто хочет на эту или другую тему получить расклад для себя индивидуально от меня, в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видеоролик, в котором подробно и с уважением к вам рассказывается, как именно вы можете получить расклад для себя лично. Сколько его ждать, как обращаться, куда писать, что для этого нужно. Все в этом видеоролике объясняется с уважением к вам. Ну а сейчас давайте посмотрим. Тема, конечно, интересная и тема такая, ну, немножко юморная. И я считаю, что в нашем мире без юмора, без какого-то вот такого, да, позитивного отношения к событиям, которые происходят, но, конечно, на фоне реалистичного образа мышления все-таки просто не выжить. Поэтому мы сегодня будем смотреть тему, а не зажрался ли человек. Потому что иногда, знаете, бывает так, что кажется, ой, в нашей жизни все плохо, и все не так, и все нехорошо. А когда мы начинаем смотреть, а что конкретно плохо, в финансах ли плохо, или где-то еще, то выясняется то, что вполне возможно, немножечко преувеличиваем. Просто иногда накрывает определенный депрессничок. И вот для того, чтобы понять, насколько человек зажрался или не зажрался, а может быть, просто в вашем окружении есть какой-то человек, который просто благополучно ноет всегда и везде, и никак не может остановиться. Вот все это сегодня мы будем прояснять. Сегодня у нас на первую позицию ложится ананасик, замечательное яблочко. Ой, что-то мне это напоминает. Только у нас в прошлом раскладе, по-моему, было яблочко первым, ананасик вторым, прямо как под копирку. Практически получилась выкладка. Ну, вот как выпало, так и выпало, соответственно. Поэтому, ну, что получилось, то и получилось. В этом раскладе постараемся внятненько, чутенько, по существу, без долгих рассуждений на тему каждой позиции. Но, тем не менее, вот насколько времени хватит, настолько мы сегодня с вами и посмотрим эту ситуацию, эту тему расклада. Давайте сейчас будем загадывать позиции. Вы можете по фруктику, вы можете по порядку выкладки, первый, второй, третий, четвертый вариант загадывать. Либо вы можете по порядку открытия мною, то есть та позиция, которую я открою, первый, второй, третий или четвертый. Как вам больше нравится, пожалуйста, так и загадывайте. А я как посчитаю необходимым, так и буду открывать. Для новеньких, для тех, кто только присоединился, по-моему, в пункте 13 прикрепленного комментария, где-то им код, почему не по порядку, то есть там объясняется, почему именно так. Как на канале у нас, скажем так, используется выкладка и почему именно так мы развиваем свою интуицию. И для тех, кто выбрал у нас позицию номер, давайте номер 3, клубничка, которую у нас жрет напалмом последнее время, посмотрим. Ну, вы знаете, здесь я бы не сказала, что человек прямо зажрался. Здесь просто такая позиция, когда человек проходит определенные уроки, может быть, он учится при достаточно больших, изначальных, хороших задатках использовать то, что ему дано. Да, можно говорить о том, что у человека достаточно многое есть. Но здесь все-таки складывается впечатление, что человек, несмотря на то, что многое дано, он продолжает работать над тем, что он имеет. И в этом плане пока что я не могу сказать, что по этой позиции человек вот просто взял и зажрался. Давайте посмотрим здесь в разных форматах, в разных сферах. По финансам здесь, конечно, человеку особо зажраться негде. А вообще, вы знаете, очень удивительно, но для того человека, которого вы здесь загадали, вполне возможно, вообще достаточно сложный период в жизни идет. То есть здесь такая ситуация, когда для человека это жестко достаточно. И человек, несмотря на это, пытается все-таки учиться, идти вперед, пытаться как-то складывать события в своей жизни так, чтобы они его чему-то учили. В плане финансов сам, скорее всего, за себя несет ответственность. Или даже если вы загадывали ребенка или достаточно молодого человека, у этого человека есть тенденции к тому, чтобы брать на себя ответственность за материальную часть своей жизни. Даже если вы здесь загадываете домохозяйку, которая сейчас сидит в декрете, то в целом можно сказать, что эта девушка, эта женщина не пропадет, что она сможет сама себя обеспечивать, и что она вполне может брать ответственность за себя в финансовом плане. По здоровью у человека тоже есть определенные неприятности. У кого-то это генетические заболевания, у кого-то это хронические заболевания, которые периодически дают о себе знать, и они удерживают от каких-то реализаций. То есть, может быть, человек хотел стать спортсменом знаменитым или как-то еще, но не получалось, потому что здоровье не дало достигать результатов в определенных направлениях деятельности. Такие вещи тоже есть. У кого-то это могут быть в том числе и травмы, с которыми человек научился жить. У кого-то имя Алексей, Алифтина здесь выходит на эту позицию. Ну и здесь можно сказать, что человек претерпел и в любовной сфере достаточно жесткие проблемы. Здесь ложатся такие карты, которые говорят о том, что человек мог работать над своей личной жизнью, в свое время весьма четко и весьма ясно проявил эгоизм. Но сейчас человек пытается справиться с тем, что происходило на данном этапе и пытается как-то выйти из того, что произошло. Пытается искать новые горизонты, пытается поблагодарить прошлое за то, что оно у него было, но пока еще в моменты гордыни такие, игра психологическая, она присутствует. То есть, у человека есть соблазны к тому, чтобы зажраться или к тому, чтобы начать жаловаться на какие-то вещи, которые не получились в жизни, но пока что он держит себя в руках. Перспективы на ближайшие полгода человека. Но вы знаете, здесь могут продолжаться определенные сложности. И пока что, судя по тому, что мы здесь видим, зажраться ему особо эта ситуация не даст. Наоборот, могут быть манипуляции со стороны третьих лиц, могут быть те люди, которые заставят его проходить уроки и заставят его или ее становиться сильнее и достигать каких-то новых высот. Вот такая вот история. Давайте для этого человека предостережение, совет, может быть, вы себя загадывали для вас тогда. Ну вот смотрите, здесь не надо пытаться изменить все и сразу, потому что на любую трансформацию, на нее требуется время. И бывает такое, что человек говорит, да я прямо вот здесь, прямо сейчас, вот возьму все и сделаю. Не надо восседать, да, вот сидеть на лаврах и смотреть, что дальше можно ли куда-то или лень куда-то двигаться. Это тоже не лучшая позиция, но и пытаться прямо сегодня, а лучше вчера изменить то, что есть в жизни, тоже абсолютно не стоит. Пока что карты дают рекомендацию остановиться и включить голову, потому что здесь могут возникнуть вопросы предательства, может быть вмешательство третьих лиц. Мужчина, мужчины старше 39-40 лет, один знак земли или огня, другой знак воды или воздуха. Вот они могут, причем тот, кто воды или воздуха, он старше другого. И здесь могут быть между ними выяснения отношений. А пока барри бьются, у холопов чубы трещат, вот лучше отойти куда-то на задний план и дать людям другим, которые выясняют в этой ситуации, которая совпала вокруг вас, дать этим людям выяснить между собой отношения и только потом включаться самому. То есть первое, остановиться, включить голову, немножечко закрыть сердце и пока не делать ничего. Потому что любое, неоправданное, любое движение сгоряча, оно будет только нести определенные разрушения в жизни этого человека с данной позиции. Для тех, кто выбрал позицию номер... Давайте два. Она удивительна, но будет вторая по порядку выкладки у нас. Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, здесь такая ситуация вообще ложится, смешная, когда человек периодически может зажираться. Вот периодически это может случаться. Бывает, может быть такая ситуация, когда у человека то густо, то пусто. И вот в те моменты, когда густо, он может реально пытаться как-то вот в это погрузиться и уж слишком-слишком избалованным себя показывать. Есть определенная инфантильность в этом человеке, которая периодически сменяется вспышками достаточно острого ума. То есть здесь и ментал на хорошем уровне, но вместе с тем психология человека, она вот такая вот достаточно мягкая. Знаете, ощущение ребенка, который рано повзрослел. Или наоборот взрослого, который еще не вышел из детства. Вот когда говорят, что там в попе детства играют, вот такие вот могут быть моменты. Человек искренне уверен во всем том, что он делает. У человека есть определенный сейчас как раз таки период, когда ему нужно принять решение, но человек хочет, чтобы это решение было ему приятно, поэтому пока что избегает этого решения и пытается спорить относительно тех, кто навязывает ему какие-то разрешения этой ситуации. Вот здесь это есть, и это есть достаточно четко и внятно. Давайте посмотрим здесь, в каких сферах может быть зажирательство. Смотрите, финансово может человек терпеть крах, или могла быть какая-то достаточно серьезная проблема достаточно недавно. Но у человека есть ресурсы для того, чтобы эту проблему решить, и ресурсы как финансовые, так и интеллектуальные. Поэтому здесь нельзя сказать, что человек прямо зажрался в плане финансов. Здесь скорее такая ситуация, когда человек просто пытается закрыть какие-то свои требования к жизни, поддерживать определенный уровень, или решить те вопросы финансового характера, которые пока что в не совсем позитивном ключе для него ложатся. Здесь есть трудности, но трудности финансово решаемые. Человек их пытается решать, то есть он здесь на лаврах не почивает, и здесь не зажрался. По здоровью тоже человеку может требоваться определенная помощь. Может быть пьет сейчас какие-то сборы травяные, или курс таблеток каких-то пьет. Ну вот у кого-то есть, да, такой момент, когда пытаются, у кого-то с почками, вопрос, который решает почки, желчный, и вот здесь вот пытаются каким-то образом, или отложение солей вывести из организма. Не повредит, но тоже здесь человек не зажрался по здоровью. А зажрался он по любви и по встречам. То есть может быть к этому человеку есть достаточно активное влияние, внимание противоположного пола и вообще людей вокруг. То есть вот бывает такое, что в семье кто-то такой вот рабочая лошадка, невозмутимая, а кто-то такой вот царь, король, почивающий на лаврах, сидящий на шелковых подушках и все вокруг бегают, в попу целуют. Вот есть такие, знаете, как любимчики семьи или любимчики общества. Или вот на работе почему-то на одном пашут, а другая говорит, ой, девочки, да я так вот, я хочу сегодня на концерт успеть, я, наверное, пойду. И все говорят, да, да, Лидочка, конечно, иди, иди, тебе можно, да, называется. Вот кому нельзя что-то делать вокруг, те могут даже завидовать и говорить, ну да, нам нельзя, а Лиди можно, вот сегодня встала и пошла. Вообще так интересно получается. Здесь человек реально может быть немножечко зажравшимся от хорошего отношения к нему определенных людей или определенного круга людей. Вот такие вот моменты здесь есть. Перспектива. Но вы знаете, если человек будет и дальше зажираться и пользоваться слишком активно вот этой возможностью, да, получить для себя какие-то плюшки за счет других людей и за счет того, что будет действительно продавливать свои интересы в ущерб другим, то могут сменить гнев на милость окружающей, то есть милость на гнев и эта лавочка может быть прикрыта. То есть если человек постоянно, да, вот каждый там, каждую пятницу или каждый вторник убегает куда-то пораньше с работой или когда все едят то, что есть на столе, а вот этот товарищ самая вкусненькая что-то доедает. Вот если этим очень часто пользоваться, то человек может реально попасть, грубо скажем, в немилость окружающих и все вот это вот то, что может помочь ему зажраться, оно нивелируется. Предостережение и совет. Ну смотрите, не пытайтесь с этим человеком каким-то образом манипулировать и не призывайте к решению этой проблемы мужчину, мужчину старше 40 лет, знака земли или огненного знака, здесь лучше не связываться с этим человеком для того, чтобы проблему решить. Но и манипулировать собою тоже давать не надо. То есть любые манипуляции они должны быть сразу же отвергнуты с вашей стороны в отношении этого человека, но и со стороны этого человека в ваш адрес тоже этого допускать нельзя. Вы можете честно говорить о своих эмоциях, то есть когда приходит какая-то ситуация, когда что-то происходит, вы можете говорить и оценивать, что кому важнее. То есть вот, например, а вот мы хотим отпустить Оленьку сегодня, пораньше уйти с работы, потому что она идет на маникюр, например. И тут же вы можете сказать, а галочку вы не хотите отпустить, у галочки, например, тоже педикюр сегодня. То есть здесь нужно понимать, кому что важнее. И иногда в ответ человеку на его какие-то требования к окружающим его людям высказывать свои требования тоже. Либо приходить к какому-то какой-то договоренности. То есть сегодня мы Лиду отпустили на маникюр, а завтра мы Свету отпускаем там еще куда-нибудь, там в кино или как-то по-другому. То есть здесь должно быть определенное равновесие. И вы должны говорить о том, что вам тоже не меньше надо и вы не должны бояться выражать свои эмоции. Достаточно в мягкой форме, но тем не менее, если вам тоже что-то надо, не сидите, не молчите. Или если вы этот периодически зажирающийся человек, то понимаете, что есть вокруг вас люди, которым тоже нужно. И не только вы здесь тот человек, которому нужны определенные поблажки. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, давайте наш зеленый виноградик замечательный расскажет о этой позиции. Ну, вы знаете, здесь скорее всего человек договорился. Даже если вам кажется, что он зажрался, то были определенные договоренности, в рамках которых получилось это зажирательство. Поэтому здесь, знаете, даже если зажрался, вот здесь жабонька душит, есть жабоньки у нас, то это будет достаточно четко и легко остановлено. Потому что, как только окружающий, за счет которых он получает вот эти подарки и немножечко зажирается, причем подарки не обязательно физического характера, это может быть подаренное время, где-то какое-то, ну, скажем так, смягчение в адресе этого человека допущенное и так далее. То есть, как только люди поймут, как только люди включат мозги в рамках того, что происходит, то этого человека быстренько-быстренько прекратится его зажратость. А так, ну, немножечко есть, честно сказать, есть определенный эгоизм в человеке и есть определенные привычки из детства. Может быть, был или была любимчиком, может быть, позволяли слишком многое. И вот сейчас человек, в принципе, с удовольствием вполне может этим пользоваться. Давайте посмотрим сферы. Ну, вы знаете, здесь вот в плане финансов может человек быть немножечко подзаевшимся. Он привык, вот, например, что мне за эту работу там платят столько-то и на меньшее, я не согласен. А то, что зарабатывают другие, зарабатывают по тарифам меньше, меня не интересует. Вот такая позиция человека может быть. То есть, может быть, стоматолог, к которому вы придете, кто-то скажет, ну, у меня это стоит, например, там 50 долларов. Он скажет, я это делаю за 120. Не хотите, можете идти гулять. То есть, я в своей работе достиг определенного уровня, в рамках которого я не собираюсь выдвигать какие-то поблажки окружающим меня людям. Поэтому, да, здесь вот подзажрался немножечко в том, что касается финансовой сферы и, возможно, его или ее работы. Но здесь можно сказать, что эта небольшая зажратость, она оправдывается. Она оправдана. То есть, ее, в принципе, на нее люди реагируют нормально. Значит, наверное, есть все-таки еще доля смысла, доля истины, в том, что считает человек. И сильно корить его за то, что он занял такую позицию, тоже, наверное, и стоит. По здоровью здесь нет определенных зажратостей. Здесь есть наоборот, знаете, какая ситуация. Здесь может быть так, что человек в свое время положил большое количество своего здоровья для того, чтобы достичь определенных результатов в работе и финансах. И, исходя вот из этой ситуации, теперь позволяет себе именно так себя вести. Ну, что касается чувств, здесь, да, вот здесь, знаете, человек может быть невоздержанным в плане отношений. И, смотрите, если этот человек свободный, особенно мужчина, здесь может быть много отношений легких, то есть привыкший к женскому вниманию, привыкший к тому, что на него реагирует, что у него может быть какая-то привлекательная внешность или его финансовое положение помогает ему или положение в обществе покорять женские сердца. Вот такой момент есть. Если эта женщина тоже могла привыкнуть к мужскому вниманию, может капризничать, может свои эмоции достаточно четенько, да, здесь вот выражать и привыкли к определенному качеству, в том числе и любовных отношений, в том, что касается взрослых вопросов. Вот это здесь есть. Ну, если здесь, допустим, в браке человек, то здесь мужчина может быть тоже избалован и чуть-чуть подзажрался вниманием своей супруги. Здесь может быть такая ситуация, когда вот Анечка мне угождает, она и так сделает, и так сделает, вот как я скажу, так и будет. То есть, именно в плане того, что касается сексуальной жизни, личной жизни, здесь человек может подзажраться. Ну, если женщина тоже может здесь достаточно четко получать то, что она хочет. Перспективы для человека на ближайшие полгода. Ну, вы знаете, здесь могут быть некие новые возможности и первые полгода они будут такими, когда человеку придется отстаивать какое-то свое мнение, а потом вторые полгода после этого он будет пожинать плоды. То есть, сейчас зачаточное состояние ситуации, которое будет затем человеку во благо развиваться. Ну, давайте предостережение и совет. А вы знаете, человеку и не нужно ничего менять по своей сути, потому что здесь ложится такая карта, которая говорит о том, что какие-то вот определенные границы, да, все границы, там, человек не перешел. То есть, даже если подзажирается немножечко, это скорее направлено на восстановление его собственной какой-то вот оценки, оценки себя. И здесь повышение просто идет самооценки и пока еще есть куда стремиться, поэтому прерывать свой полет, да, над гнездом кукушки особо не надо. Разрушать, отказываться от чего-то, делить, вот знаете, поровну называется, я купил шоколадку, разделю ровно на три части, раздам всем. Это пока что не нужно, потому что пока что человек имеет право получать те хорошие эмоции, которые он стремится сейчас испробовать. И пока что рекомендуется в адрес этого человека оставить все как есть, потому что будут еще подарки судьбы, да, будет и возможность отстоять то, что принадлежит вам, возможно, у кого-то уже запущен процесс этого разрушения и доказательства своей правоты. Но в дальнейшем пока что, да, вот та позиция, которую занимает человек, она правильная. Даже если будет проигрыш в определенной битве, то далее в войне будет уже выигрыш, а не проигрыш. Поэтому пока что человеку его линию гнуть, которую он сейчас для себя еще приоритетной, будет вполне себе объяснима и разумна. Ну, конечно, у нас позиция первая, вторая, третья компот. Давайте смотреть. Первая позиция. Ну, вы знаете, человек, я бы не сказала, что зажрался по этой позиции, но ситуативно мог сделать достаточно яркое, жесткое и такое вот, знаете, что ли, острое даже какое-то заявление. Вот есть такой момент, когда его могли счесть из-за его действий или резкого слова зажравшимся. Причем эта ситуация у него с периодичностью в 10-12 лет периодически повторяется. когда ему нужно выбрать свой комфорт или комфорт окружающих его людей. И вот здесь человек придерживается своего мнения и периодически, вот знаете, такое ощущение, что человек раздает окружающим, вот как Wi-Fi раздал всем такое ощущение и до всех донес мысль, что будет так, а не иначе. Я бы не сказала, что здесь именно ситуация с избалованностью какой-то определенной. Здесь просто очень ясное видение ситуации. человек очень четко представляет то, чего он хочет и скорее всего он всех уже оповестил о том, что будет именно так, а не иначе. Такая позиция очень четкая, ясная. Чего касается здесь, знаете, скорее всего в финансовом плане меньшая часть этого айсберга находится, то есть верхушка айсберга, она в районе финансов. То есть здесь человек может достаточно эмоционально тоже принять жесткое, одноразовое, однократное решение и этим он может загубить или люди окружающие подумают, боже мой Павлик, что же ты делаешь, да ты же себе делаешь только хуже, да ты же все сейчас разрушаешь, ты там такую машину дорогую купил, зачем? Или ты ее продал, зачем ты это сделал, или там разобьешь, или что-то еще. То есть люди не совсем понимают, для чего человек это делает, то что он делает в плане финансов, но для него есть определенный элемент баловства в этом. По здоровью здесь такая ситуация, когда человек может испытывать определенное перенапряжение и когда он до последнего может сопротивляться чему-то, то есть например ему говорят, Коль, а Коль, ну купи ты очки, ну ты же видишь уже плохо, но ни хрена что ты не видишь, ты же ходишь там как ты за руль садишься, а человек начинает говорить о том, что нет, я буду, я все равно буду ездить, вы ничего не понимаете, я нормально вижу, вот из этой области что-то есть, но это не к тому, что зажрался или нет, просто может быть такая особенность. Ну а что касается отношений, здесь в формате отношений, то есть есть какие-то конфликты, в которых человек может ставить ультиматумы очень-очень жесткие. здесь такая ситуация, когда человек может вот именно и говорить о том, что будет так, а не иначе, и я вам сказал, что я не допущу, чтобы было по-другому, вот такой момент здесь есть, он очень четко прорабатывается, сказал как отрезал, эгоизм может быть проявлен в личных отношениях, очень внятно, очень четко, называется я буду приезжать тогда, я буду приходить, я буду быть с тобой тогда, когда мне в этом хорошо находиться, когда мне с тобой плохо пошла бы ты или пошел бы ты, то есть человек здесь долю зажратости может проявлять именно в индивидуальных личных, межличностных отношениях и делать это очень жестко и делать это очень внятно. Здесь не будет какого-то из-под просто продавливания своей, какой-то комфортной для себя ситуации, нет, здесь прямо в лоб скажут очень жестко и вы можете хоть что говорить, вы можете плакать, вы можете говорить Коля, ну так нельзя было, ну ты же что, что ты такое говоришь, он говорит, зато честно и внятно, я тебе сказал сразу, как будет. То есть через разрушительную силу в отношениях, вплоть до того, что либо ты делаешь так, как я сказал, либо я от тебя ухожу. Это и у женщин, и у мужчин может прорабатываться одинаково. Перспективы на ближайшие полгода. Ну, вы знаете, я вам скажу так. Если эта женщина будет пользоваться вниманием мужчин, и здесь два сапога пара. Вот смотрите, может быть женщина и мужчина. Женщина такая капризная, эмоциональная, проявляющая себя именно через сердечные какие-то такие вот реализации. В тот же момент мужчина может быть достаточно жестким манипулятором. Но вы знаете, если они находятся рядом, значит они друг друга стоят. Вообще здесь есть, вот смотрите, что деется, что деется. Смотрите, группа людей собралась в ближайшем будущем. Две женщины, два мужчины. Одни семейная пара или бывшая семейная пара. Другие, я не знаю, каким образом друг с другом соприкасаются. Все молодцы, все звезды, все эгоисты. То есть вот здесь такая позиция, когда заткнись, придурок, я звезда. Может собраться рядом слишком много людей, которые не готовы друг друга слышать. Что вам-то делать в этой ситуации? Давайте посмотрим. Предостережение и совет. Ну, вы знаете, продавливать их вообще никакого резона нет. То есть если вы сейчас начнете бороться, если вы начнете один против всех, с вилами на танк, там, а я вас победю, то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что здесь такая ситуация, когда ваше продавливание, оно, вот сила действия, она не просто равна будет силе противодействия. Она будет равна тому, что вы бросаетесь там, да, с вилкой на забор стальной. И никакого результата вот этого не будет. Поэтому постарайтесь не пытаться продавливать человека. Но сделайте, что должно и будь, что будет. Соблюдите определенные правила приличия. И если возможно, то посмотрите, как в этой ситуации будет действовать женщина знака земли или огненного знака. Она может служить и ее поведение в этой ситуации может служить для вас определенным примером, который действительно вам даст необходимые подсказки в этой ситуации и поможет вам вырулить туда, куда будет необходимо. То есть стабильность наше все. И лучше выбрать головой, чем сердцем на данном этапе. Поэтому делай, что должно и будь, что будет. Вот такая ситуация. А помощь придет к вам, но может быть она и не сразу придет, но каким-то образом через правильное поведение, отношения, которые вам дороги, вы можете еще и сохранить. Вот такой получился расклад. Расклад интересный, тема такая вот необычная немножечко. И, конечно, я хочу пожелать всем удачи и благополучия. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видео, где рассказывается подробно и с уважением к вам, как вы можете получить личную консультацию от меня. Ну и на все адекватные, хорошие комментарии я обязательно поставлю сердечки-талисманчики, которые будут вас охранять в тот день, когда вы пишете данный комментарий, если, конечно, правда на вашей стороне в той ситуации, которую вы загадывали. Я всем желаю удачи, благополучия, до встречи, до свидания.